продолжаем снова другой локации что еще не сказал когда построена система домов сетка домов от времени вашего рождения она позволяет выстроить еще две эффективные точки это вертекс и парс фортуны они очень важны поверьте мне многие астрологи их не учитывают и очень-очень плохо притом я сразу скажу что вертекс лучше при релокации не аспектировать это сразу фишка то есть оставить его просто таким какой он есть без естественно негативных аспектов да и без позитива но в астрологии называются гармоничными и плохими что касаемо парса фортуны его конечно лучше аспектировать гармоничными аспектами в таком случае то есть гармоничным у нас вообще кстати ну сейчас мы к аспектам вернемся в таком случае у вас больше вероятности что вам будет но просто фортить парс фортуны как бы от этого и идет он как бы более способствует гладкому прохождение тех или иных жизненных процессов скажем так и так что значит аспекты аспекты это геометрические фигуры фактически да как мы видим в натальной карте натальны в транзитные так далее это геометрические соединения в несколько градусов зависимости от градуса и определяется аспект если ноль градусов это называется соединение соединение считается самым сильным аспектом то есть у вас может например в натальной карте соединиться солнце и луна это очень хорошо либо например солнце и плутон вот это не очень хорошо многие астрологи считают что если какая-то слабенькая личная планета соединяется очень близко в градусах солнцем то она сжигается это не совсем верно они начинают действовать просто синхронно до в духе эгоцентризма да потому что солнце это эгоцентризм но это не значит что у человека пропадает речь по меркурию да там или какие или все из рук ломается вся техника просто вот так да берет телефон и сразу ломает нет такого не будет у них начинается вообще аспекты лучше рассматривать как танцы есть спокойные вальс гармоничные да там трины это когда 120 градусов это похоже больше на танка танка очень быстро и нравится обоим но углы острые скажем тогда у трина 120 градусов ну то есть изображается треугольник то собственно говоря большой трин да вот например углы у него острые да и закончится все может быть не очень хорошо это тоже интересный момент чем тупее около у фигуры да ну вот условно тем сложнее проходит аспектация это тоже интересный момент дальше квадратуру ну то есть мы соединение рассмотрели рассмотрели 3 3 считается достаточно сильным аспектом считается что большой трин это вообще дар и небес вот по факту это не совсем так он не влияет на ваш уровень знаний опыта ничего из этого не дает то есть прочли вы книгу и не прочтите трин вам не скажет а большой трин скорее это как вот я все знаю вот посмотрите на меня вот это большой 3 а знает она он не знает это уже неизвестно мы в любом случае будем полагаться только вот на вот это вот примат поднял руку куда-то выкрикнул всем да там я первый вот и а что дальше посмотрим по факту да встречают поддержки провожают полную дальше смотрим третий аспект квадратура квадратуру считается негативным аспектом у него 90 градусов как проходит квадратуру квадратура негативный аспект поэтому она всегда дает немножко вот немножко либо множко диссонанса но в определенный момент она может дать хорошие хорошие блага это факт в этом именно смысл аспектов то есть если положительные аспекты в основном дают что-то хорошее но резко могут все поменять очень жестко то есть например пушкин и дантес у данте дантес козерог солнце в козероге у пушкина солнце в тельце большой проходит 3 120 градусов друзьями были долго 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 как закончилось печально именно в таком направлении против часовой стрелки она идет по негативному аспекту то есть соответственно ленин плохо влия плохо повлиял в конце концов на эту на свою жену с базедовой болезнью имена забываю много били меня по голове вот забывать стал реально ну и соответственно сама смерть ленина да то есть сколько он был влюблен в свою тоже не вспомню наталью да которая такая вся была вот и чего умер ленин в принципе тоже не известно вполне вполне возможно отравил то есть у нас всегда плохие плохое влияние аспекта 3 на идет против часовой стрелки соответственно то есть гармоничное влияние в обе стороны плохое влияние идет чаще всего чаще намного чаще всего против часовой стрелки что касается квадратуры здесь ситуация противоположная то есть в основном идет все плохо и по часовой стрелке да то есть не нравится и претензии и так далее вот но определенный момент против часовой стрелки человек может получить блока это квадрату дальше оппозиция оппозицию забыли оппозиция тогда 180 градусов то есть например солнце в овне и солнце в бесах это появится ну если мы синастрию совместим из двух людей рассмотрим дальше оппозиция считается негативным аспектом либо туда-либо 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 туда ну как писать что у вас есть яблоко да и либо туда-либо туда ну либо по вам и как как-то вот вот так вот решает но обычно так и бывает да то есть мы не можем одновременно выполнять сразу две функции да мы делим время просто на то и на другое вот тут это есть оппозиция вот дальше ты 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 сексти сексе считаете положительным аспектом притом сексиль мне нравится больше всего вот знаете почему секстиль он как пластилин если соединение само по себе работает постоянно это вот как земля твердо земля твердо все ну провалишься случайно ну блин это вот ну пару раз жизни наверно да и это не факт вот а секс тиль трин и квадратура они идут как ну как с горки спуститься на санках ну само собой разумеющиеся своего рода а оппозиция принципе тоже а вот секстилим они немножко тут нужно чуть-чуть постараться чуть-чуть чем сделать ну совсем чуть-чуть да это вот как с пластилином то есть сам по себе форм кирпича до купили пластилина вот форма кирпича начинаем его продавливать нужно с ним что-то делать поэтому секс тиль является еще творческим аспектом насколько он творческий это вопрос относительный ну потому что из пластилина до действительно можно вылепить там множество фигур а пока ты это делаешь ты действительно можешь фантазирует можешь так а можешь вот так при трении у тебя мозги быстро не пройдут все быстро соединение тем более при секс тиль это вполне реально то есть условно начали беседу об одном прошло какое-то время да там перешли на другую тему вернулись к первой вышли на третью и так далее и тому подобное вот это секс тиль ну секс тиль соответственно шестьдесят градусов это половина трина есть еще положительные это это все мажорные аспекты с мажорными аспектами мы закончили минорные аспекты минорные аспекты действует меньше меньше у него влияние силы скажем так да упомяну только один парочку один положительный это квин конс он считается положительным и один негативный это полутора квадрат но квин конс гармоничный да то есть как трин как секс тиль а полутора квадрат он как квадрат чуть менее минор чуть менее сильный но у него тоже есть скажем так а кстати про секс тиль забыл при секс тиле срабатывает хорошо психологический аспект при секс тиле человек вряд ли сделать что-то плохое то есть если при трине это сделать легко то есть тантес убил пушкина ну это факт да то есть 3 сработал 3 между двумя солнцами сработал в негативном аспекте в конце концов а при секс тиль это делать сложнее нужно постараться это знаете как это нужно было например нанять армию для того чтобы захватить замок еще потратить время деньги и самому рискнуть вот это вот секс тиль вот если бы дантес например захотел убить пушкина да ему потребуют например вот по секс тиль поэтому когда овчинка выделки не стоит люди обычно не заморачиваются когда вроде что-то хорошее обоим интересно когда сделать плохое да еще самому рискнуть вот тут вот как тут уже эти мне как раз нравится секс тиль полутора квадрат у него есть тоже творческий аспект вот он как раз может действовать очень гадко мало кто о нем говорит вообще но вещь на самом деле ужасающие то есть человек может гадить одним образом вроде как бы уже привык да вроде как бы уже там как-то приноровился да там стену какую-то выстроил да там условно вот а при полутора квадрате он и он может еще там 32 способа одновременно получить и ты тут не ожидаешь творческий аспект негативный но иногда выстреливают очень неплохо как например там моральная компенсация то есть гадил 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 все прижал но в принципе вот так ну соответственно дальше дальше мы что у меня просто здесь памятка напоминалочка такая давайте рассмотрим дома значит смотрите я не буду сейчас говорить вообще 12 домов получается да вот когда сетку выстроили асцендент дистендент как я говорил и cmc вот получается 12 домов каждый из них имеет свое значение продолжим